Здравствуйте! В эфире Город С. Татьяна Дмитриева. Что представляет из себя Самара с архитектурной точки зрения? Как изменится облик города к чемпионату мира по футболу? И как привлекается общественность к процессу организации городского пространства? Об этом говорим сегодня и в нашей студии главный архитектор Самары Алексей Самарцев. Здравствуйте, Алексей Евгеньевич! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Скажите, пожалуйста, какие задачи ставятся перед архитектором города, особенно в связи с таким масштабным событием, как чемпионат мира по футболу? Наверное, корректируется все это сегодня, да? Вот как-то у вас больше появляется ответственность и обязанность? Да, да. Основная задача, поставленная главой городского округа Самары Олегом Борисовичем, это внешний облик города. В связи с этим в этом году выделено было и структуры наше управление главного архитектора, и эта важнейшая задача возложена на наше управление, в том числе и корректировка направлений других департаментов в плане подготовки города к чемпионату мира 2018 года. А можно сказать, как изменится, вот если в целом посмотреть на облик города с архитектурной точки зрения, понятно, что он кардинально не поменяется, тем более и сегодня он такой неоднородный, да, вот стиль. А вот что вот будет дальше? Ну, мы работаем во многих направлениях, но вы прекрасно знаете, что будет значительно изменена инфраструктура города, будет построено много спортивных объектов, гостиниц. Один стадион чего стоит, да? Один стадион Самары космической, чего стоит Самар-Арин. Вот, поэтому я уже не говорю о направлении, по которому мы работаем, изменяя внешний облик. Мы разрабатываем, сейчас заказали по муниципальному контракту, разрабатываем, сейчас должны, я надеюсь, в скором времени принять архитектурную, концепцию архитектурного облика Самары, комплексного благоустройства. Вот, там будет включено и раздел по ремонту фасадов, по окраске, по комплексному благоустройству, такому как озеленение, мощение, освещение, архитектурная подсветка, все это будет отображено. Вот, может себе представить, что все эти направления будут осуществляться в нашем городе. Ну, горожан особенно волнует наш исторический центр, да? Всегда мы обращаем на него внимание, не только мы, но и приезжающие к нам туристы, гости. Он как изменится? Потому что очень переживают люди, что вдруг настроят опять многоэтажек, или что-то там кардинально может поменяться? Или нет, все-таки? Нет. Историческая часть города – это территория от слияния Волги и Самары и ограничивается генпланом по улице Полевая. Во всяком случае, так это сейчас определено. Это ценнейшая территория, это старая застройка конца 19-го, начала 20-го века, которой мы гордимся по праву, которую мы обязаны сохранить, восстановить ее. И она, собственно говоря, составляет жемчужину нашего города. Но, тем не менее, здесь встречаются вкрапления современного строительства. Сейчас будет там разрабатываться пять кварталов, но здесь имеется в виду ограничение поэтажности зданий и так далее. То есть здесь будет все построено таким образом, что ни в коем образом не повредить ансамблю старого исторического центра. То есть все равно он будет восприниматься как старый исторический центр. И мы все для этого будем делать. Потому что это та сокровищница, которой мы гордимся. И горожане это понимают и всегда радуют участие общественности. Вот в последнее время какой был всплеск внимания к этим домам с деревянным, с этим зодчеством. И у нас есть один пример, когда студент решил лично поучаствовать и оформить дом в этом же стиле, в историческом. У нас есть сюжет, давайте его посмотрим, а потом услышим ваш комментарий. Пожалуйста. Фасад словно оживает. Будущий реставратор Никита Грицевич примеряет, как будет смотреться деревянная резьба на наличниках. С начала лета юноша шаг за шагом восстанавливает уникальные украшения дома на улице Галактионовской. Буквально по крупицам, по старым фотографиям и с помощью специальной компьютерной программы вместе с наставником делал эскиз будущей резьбы. Нестандартный для деревянной Самары. Архитектурные элементы больше похожи на лепнину в стиле барокко. Самая сложная для меня была первая резьба, самая первая деталь, потому что я еще точно не знал, как ее вырезать буду. Для каждой детали нужно свою специфику, свое движение определенное. И потом уже, конечно, дело пошло быстрее. То это не просто прорезная пропильная плоская резьба, которую можно часто встречать на улицах нашего города, а это конкретно объемный рельеф на резьбах. Работа кропотливая и многоступенчатая. Сначала чертеж переводится на доску, потом электрическим лобзиком выпиливается контур. И начинается самое интересное. Специальными ножами создается рельеф. С ювелирной точностью вырезается каждый завиток, каждый лепесток. Вот такая грубая, необработанная и очень тяжелая липовая доска под умелыми руками мастера превращается вот в такие легкие, невесомые, искусные, очень тонкие элементы с гладкой поверхностью. Ну, настоящее произведение искусства. С материалом Никите помогли родители. Липовую доску привезли из Санкт-Петербурга. Специально делали заготовки без сучков, чтобы добиться идеальной чистоты украшений. Там изначально была липовая доска. То есть можно, в принципе, и по березе было резать, и по дубу резать. Намного сложнее, конечно же. Липы – это намного легче. Всего Никите предстоит создать 10 деталей. По две на каждый из окон дома. Потом покроет их специальным защитным составом. Красить не будет, чтобы видна была фактура дерева. А рельеф сохранил уникальность. Фасад дома в рамках фестиваля восстановления исторической среды ремонтируют инвесторы и горожане. Завершить работы планируют к концу лета. Тогда же дом с полуторавековой историей, когда-то принадлежавший купцу и маловару Когуну, вновь будет радовать прохожих удивительными барочными украшениями из дерева. Алексей Евгеньевич, вот вообще участие общественности приветствуется? Вы как архитектор главный города. Да, приветствую. А с другой стороны, вот если каждый начнет лепить кто что может, и, так скажем, неконтролированный процесс, вот это будет, это что же нужно? Вот стиль единства, выгодите и так далее. Участие общественности очень важно. И в стратегии развития нашего города 2020 года об этом говорится, что люди должны принимать активное участие во всех процессах развития города. Здесь вы абсолютно правы. Здесь касается архитектурно-художественных аспектов вопросов. Здесь нужно, конечно, контролировать, смотреть, направлять. Не запрещать, а направлять. Подсказывать, как это можно сделать. Если уж совсем никак, то надо человеку объяснить, что, извините, так не получается. Нужно сделать совершенно по-другому. Решение должно быть иным. Ну вот, наверное, и так нужно в этом плане. Но вот такими людьми надо гордиться. Это великолепная работа, это утраченное ремесло. Почему? Потому что у нас, ведь раньше в Самаре было много деревянных домов. Они, к сожалению, выгорали. Были пожары, они, история их не сохранила. И остались только некоторые образцы. И, может быть, далеко не лучше. Мы не знаем об этом сейчас. И их надо обязательно сохранять и приумножать. И вот то, что у нас есть такие люди, это здорово. Кстати, вот архитектор Каркарьян, он же даже целую книгу выпустил. И оставил в памяти. И можно вот эти эскизы ими воспользоваться. Совершенно верно. Для реставрации домов, для восстановления. Все это бесценная работа. Это бесценная работа. Вы, как его последователь, знаете. Да, 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 да. Конечно, мне посчастливилось работать с ним. В его эпоху учиться я, в основном, начинал работать даже. Тогда, когда он был в расцвете своего творчества. Да, и главное, что все вот это нужно сохранить. Вот это основная задача. Но опять же, вот мы же живем в современном мире. И нельзя, чтобы это только исторические деревянные дома. И как до сих пор вот говорят и власти, да, ну нельзя там в 21 веке ходить во двор в туалет. Да, вот так уж прямо скажем. Совершенно верно. Нельзя такого тоже допускать, что целый квартал, и вот никаких неудобств, ничего. Совершенно верно. Это тоже нужно. Это серьезная проблема, и сейчас мы совместно с областным управлением по охране объекта культурного наследия разрабатываем эту систему. Речь идет о том, что мы ищем, подыскиваем инвесторов, ставим им задачу отселить из подобных домов население, потому что многие очень и очень не хотят уже жить сегодня в таких условиях. Их можно понять. А с другой стороны, они же не хотят переезжать другие районы, потому что им уж очень вот этот вот район, конечно, центральный наш исторический. Это другой вопрос. Они жили и ни в одном поколении выросли в этом городе. Это вопрос очень серьезный, психологически очень трудный. Да, вот. И под, значит, я не закончил эту мысль, и инвестор должен отселить людей, но, соответственно, он должен с ними решить все вопросы, их желания учесть и так далее. Вложить средства и использовать это уже под современную какую-то тематику. Но внешний облик должен быть в соответствии с историческим видом. Фасад должен быть сохранен. А вообще, конечно, у нас уникальный город, и с точки зрения архитектурной, вот вы как можете его охарактеризовать? У нас же нет однообразия стиля архитектурного, у нас же тут одно, там другое, так третье. Это что особенно ценное? И вот если самарец, допустим, приедет куда-то в другой город, что он может сказать? Какая у нас архитектура? Ну, город у нас формировался достаточно сложно. Значит, историческая часть города изначально начала формироваться. Там в основном, как я уже сказал, дома конца 19-го, начала 20-го веков. В основном особняки, общественные здания того времени. Красивые, красивые, изумительные ансамблевые постройки. Дальше в основном развитие города происходило послевоенные годы. Появились хрущевки в 60-х годах. Но, к сожалению, вот мы, как бы мы иронично к этому не относились, но хрущевки решили большой вопрос в свое время. Они отселили, расселили множество коммуналок наших. И они свою роль выполнили в свое время. Потом дальше, до этого были сталинки. Потом, затем, в советский период развивалось крупнопанельное домостроение, кирпичное. Разностиливое немножко, уже современные постройки. Но он состоит из таких отдельных островочков, архитектуры разных эпох, отображающих свое время. Ну вот вам какой район больше всего нравится? И как архитектору, да? Мне очень нравится историческая часть, но она не может никому не нравиться. Да, 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 это уже... Но я бы не сказал, что мы построили что-то лучшее на сегодняшний момент. Я думаю, что у нас лучше еще впереди, лучшие постройки. Мне очень нравится стадион, строящийся проект. Сейчас вот я был на стройке на совещание, которое приводил Николай Иванович. Там идет большими, серьезными темпами строительство. Вот надеюсь, что в скором времени могут появиться высотные здания у нас. А где? Небоскребы. Возможно, в районе стадиона рассматривается такая возможность. Вот еще в ряде мест по городу. Вот я думаю, что это придаст какой-то новый колорит и интерес нашей застройки. Кстати, вот относительно строек, власти города взяли такой курс на благоустройство. И сейчас вот сами стройки как-то не мешают горожанам, потому что они тоже как-то загораживаются нормально. Не как раньше. Вот идет стройка, и все вокруг ходят и видят, что там происходит. Вот с этой точки зрения, с благоустройства, чтобы защитить, опять же, облик города от всяких вот таких вот строек века, что делается? Если говорить о строительных площадках, то сейчас немало нареканий идет в адрес этих площадок. Почему? Потому что вот эти вот ограждения, как правило, защитно-охранные ограждения, которые устанавливаются, ограничивают строительную площадку, они делаются разностиленными из различных материалов, непонятных, иногда непонятных по цвету, которые закрашивают еще и заклеивают. В связи с этим глава города поручил разработать унифицированный модельный ряд ограждений для строительных площадок, поручил нашему управлению. Мы это разработали. Там включены материалы рекомендуемые, конструкция, цвет. И будет рекомендовано в районы, там, где будет проходить строительство. Ну, там будут, естественно, даны варианты колористического решения, возможно, будет выбор каждого застройщика по цвету, но надо, конечно, ограничиться тем, что нужно смотреть окружающую застройку. От этого будет зависеть колористическое решение. Да, но это цивилизованное решение, цивилизованный подход. Ну, не только у нас, оно уже есть в Казани, есть в Москве, в Петербурге. То есть мы здесь нового ничего не открываем. Да, кстати, когда вы приходили прошлый раз к нам на эфир, говорили о том, что и дома будут окрашиваться, если же продолжать тему колористических решений. Но сейчас то ли я ее не видела, то ли и не слышала, но, по-моему, еще пока никакие дома не... Начинается окраска, 9 карт колерных мы подготовили, это по московскому шоссе. Там сейчас идут подготовительные работы, и скоро вы увидите. Это где будет? По московскому шоссе, да? Дома будут, наверное... Да, 247 там длинные панельные дома. Вот они будут окрашивать. А вот предпочтение каким цветам отдаются? Да, 70-х и 70-х годов. Ну, там будет и теплые тона, и холодные тона. Одними теплыми не очень хорошо, но и холодными тоже плохо. Нужно в разумных пределах это все регулировать и сочетать. Да, интересно такое решение. Я знаю, уже про это говорила, что на севере оно используется. Ну, потому что там вообще все белое или серое, то вот оживляется, конечно, вид. Но и у нас это тоже, наверное, никак не помешает. Еще хотелось бы развить тему участия общественности вот в таких архитектурных вопросах городского масштаба. Вот как общественность может принимать в них участие? Потому что, конечно, горожане должны все это как-то утверждать, не быть против каких-то вот архитектурных решений, чтобы вот если вот, например, вы как волевым решением что-то принимаете, горожане должны это поддерживать, наверное, да, чтобы им тоже было комфортно. Вот как вы находите, какая у вас связь организована с общественностью, и какие есть способы у общественников повлиять на какие-то решения, принять участие в обсуждении, вот как все это решается? Я обращу ваше внимание на такой детали. Вот когда мы стали разрабатывать въездные группы, въездные группы – это визитные карточки. А что это за въездные группы? Въездные группы – это въезды в город, которые включают в себя какие-то архитектурные объекты, стеллы, плюс дома, которые находятся там. Все это в комплексе называется въездной группой. Вот. Поэтому, когда объезжаем наш город, город нас должен встречать в соответствующем состоянии. Да, и всегда обращаешь, вот перебью вас, когда в любой город заезжаешь, первое, на что внимание обращаешь, это характеризует город, да, поэтому абсолютно с вами согласна. Да, вот при разработке этих въездных стелл мы в интернете помещали все наши решения, вот, с той целью, чтобы люди могли видеть и обсудить, дать какие-то замечания, рекомендации, нравится, не нравится. То есть мы должны в своей работе все это учитывать. По окраске домов. Вот многие мне звонят, даже рекомендуют там, вот так вот, в этот цвет, как вы думаете, в этот. Ну, мы общаемся, да, обсуждаем это. Вот, потом вот немаловажная деталь я хочу сказать, если мы говорим о въездных группах, вот ограждения, возьмите. Обычные заборы, ограждения, у нас их много в городе, да, вот, они тоже часто присутствуют на въездах и так далее. У нас ведь много частного сектора, и все они из разных материалов, по-разному покрашены. Вот главой города постоянно ставится задача следить за этим, следить нашему управлению, следить главам внутриградских районов. Вот, казалось бы, вроде бы, ничего в этом особенного нет. Но это деталь, которая формирует среду, архитектурную среду. Деталь. И она должна быть отработана. Вот где-то наклонилось какое-то звено, все, впечатлений уже нет. Разномастный покрасить в один цвет ограждение, оно совершенно будет по-другому смотреться. То есть это важная деталь, и глава города всегда на это обращает внимание. Газоны должны быть в порядке, трава должна быть пострижена, откосы должны с георешеткой быть сделаны. То есть все должно быть в соответствии, в совокупности, все должно работать. Включая фасады, включая въездные стеллы, все это составляет единую среду въездной группы. И все это должно обсуждаться, и это обсуждается общественностью. Да, а вот стеллы, они же в каждом районе будут разные, да? Вот у нас же разные въезды с разных районов. Да, они разные. Стеллы будут разные. Они разные. 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 Но в целом есть у них и общие черты. То есть они будут капитально отремонтированы, четыре стеллы будут капитально ремонтированы. Две мы планировали поставить новое, разрабатывали эскиз. Вот они очень много были в обсуждении находились, там мы получили очень много отзывов. И положительных, и отрицательных было. Многие советовали совершенно другую идею. Ну, это нормально. Да. У каждого свой вкус. Да, это действительно такая важная деталь. Потому что вот въезжая в город, те, кто никогда тут не был, фотографируются со стелллами, потом показывают в других частях вообще света и страны. Это памятные фотографии, символизирующие город. Да, действительно, это очень важно. Еще один проект, который готовится, появится в нашем городе, это парковая зона, парково-музейная зона и комплекс «Союз», о котором вот рассказывала директор Музея Самары Космической Елена Козин, которая приходила к нам в эфир, и этот проект находит отклик у общественности. Вот хотелось бы от вас услышать, что это за проект, как в нем примут участие архитекторы, и опять же, как общественность может поучаствовать в обсуждении, в утверждении даже, может, каких-то там. Да, Самара Космическая, вот эта площадка с ракетой и музеем, это знаковое место для нашего города, оно очень важно, и в дальнейшем ему предназначено, я думаю, достаточно серьезное, судьбоносное решение. Почему? Потому что мы решили полностью вдохнуть другое звучание. Что это будет? Значит, общественная палата в лице Золотарева Владимира Ивановича и ряда других членов обратились к нам с созданием здесь мемориальной зоны основателем ракетно-космической отрасли. Это та отрасль, в которой мы действительно достигли мировых высот. Это единственное, где мы достигли наибольших прорывов, скажем даже так. Мы прорабатывали концепцию, где в скульптурной группе должны были быть отражены такие известные мировые личности в ракетно-космической отрасли, как Королев, Глушко, Линьков, Чеченя и ряд других, Зелени. Это люди, которые, начиная от мысли и кончая заводским изготовлением, проходили всю технологическую цепочку, тем самым создавая ракетный щит нашей страны. Это скульптурная группа, которую мы предполагаем поставить на территории этой площади. Кроме того, здесь предполагается поставить спутник космический. Кроме того, молодежь обратилась к нам с инициативой пойти дальше, организовать историко-туристический кластер, включая помещение, фабрик кухни 30-х годов, дворец культуры «Звезда» и вот эту площадку. Все это трактовалось бы, как архитектура развивалась с 30-х годов через 50-е, 60-е, 70-е, к чему мы пришли. И все это, на наш взгляд, интересно было бы показать туристам, гостям нашего города. Все, если учесть, что у нас должна была быть продолжена линия набережной, можно было включить эти маршруты, соединить их, закольцевать с набережной и вводить здесь группу туристов. Это было бы, на наш взгляд, достаточно перспективно и интересно. Здесь вот особая задача отводится архитекторам, потому что, опять же, тут много архитектурных задач, все это сделать в каком-то таком едином космическом, наверное, стиле, как я предполагаю. Будет ли организован конкурс, и как вы предполагаете, кто в нем будет участвовать, кого пригласите к участию? Потому что нужно же не просто вот одно брать, разработку проекта, его воплощать, а нужно больше. Совершенно верно. Концепций должно быть много. И нужно выбрать самую интересную и самую нужную. Самую реальную. Значит, будет организован конкурс. Причем конкурс будет не только по этой теме, будет сразу, мы планируем провести конкурсы по четырем направлениям. Самар космическая, потом крепость, Кутяковый водник, вы, наверное, знаете, на въезде, как через мост, там историческая часть, там тоже подготовлены концепции, концептуальные решения. Потом памятник, конкурс по памятнику Алабину, нашему голове, тоже фигура, значимая для нашего города. И стелла на разделительной полосе в районе торгового центра «Амбар», где будет комплексное благоустройство. Вот по четырем направлениям мы сейчас готовим пакет документов и будем проводить конкурс, в которых сможет участвовать любой человек, неравнодушный, в судьбе нашего города. И, наверное, общественность тоже примет участие путем голосования, как по Засекину, да? Там же голосовали люди, сами выбирали. Обязательно. Тоже какой-то проект. Да, это все прям интересные, какие замечательные перспективы. Реально, действительно, открываются перед нашим городом, его архитектурным стилем. Я хотела о профессии архитектора сегодня узнать. Вообще вот она сегодня востребована? Она как-то меняется? Требования, может, к архитекторам? Я вас понял. Да, вот очень интересно. Вопрос серьезный. Я понял, что вы имеете в виду. Да, профессия архитектора сегодня очень востребована, но она звучит в несколько иной плоскости. Сейчас очень много нормативно-правовых документов. Везде юридические аспекты, правовые аспекты. И они подчас затушевывают. Все это творчество и фантазия. Но мы, тем не менее, стараемся все-таки оставаться на своем направлении и делать честно свою работу. Выполнять свои обязанности архитектора. Да, но у нас очень сильный наш архитектурно-строительный институт, как его раньше называли, строительно-архитектурный, наоборот. У нас очень сильная архитектурная школа. У нас великолепные архитекторы. Я имею в виду и правление, и весь союз архитекторов, и вообще архитекторов. У нас очень серьезные архитектурные школы. И все сложные вопросы, которые возникают у нас в процессе работы, мы согласовываем, обсуждаем с экспертным советом, с членами союза архитекторов. Мы всегда держим с ними связь. Ну вот сейчас в связи с реформой местного самоправления, который проводится в нашем городе, много полномочий ушло в районы, на места, так скажем. И там появились местные районные архитекторы. Скажите, как вы с ними работаете, какие задачи перед ними ставятся? Потому что важно работать на местах. Вот не сверху смотреть на весь город, где что происходит, а вот еще вот видеть, может, какие-то даже детали, которые вот не соответствуют облику, что-то нужно подправить, переделать, покрасить. Вот как регулировать эту работу? Да, мы все прекрасно знаем, что произошла реформа во власти муниципальной. Теперь у нас было 9, они так и остались. Теперь это называется внутригородские районы. Да. Что произошло там? Здесь мы усилили отделы архитектуры. В каждом внутригородском районе приняты были везде профессиональные архитекторы. Дело в том, что раньше там архитекторов во многих районах вообще не было. Назывались районными отделами архитектуры, но архитектуры там не было. Теперь приняты архитекторы, теперь они реально начали работать. Им сейчас приходится достаточно сложно. Они вновь начинают работать, причем им передано были из города много полномочий. Наши полномочия отчасти, полномочия департамента градостроительства. То есть они выполняют сейчас реальные, большие объемы работ. Взаимодействуем мы с ними так. То есть основная задача, которую мы им ставим, и так считает глава Олег Борисович, это внешний облик города. Мы должны его готовить, мы должны улучшать. Это уникальная возможность нам сейчас, используя то, что мы готовимся к чемпионату, реально изменить облик. Как сказал Николай Иванович, это уникальный способ заявить на весь мир. То есть вот это событие, оно должно нам дать толчок. Конечно, все мы не сумеем сделать, это ясно. Но большую часть работ, большую часть того, что мы намечаем, мы все-таки должны сделать. И будем стремиться к этому. Вот, кстати, это болезненная тема, она у нас разноперная, сделана по-разному. Мы внесли изменения в 44-е постановление, разработали изменения, которые регламентируют требования, вывеска к рекламам. Вот за этим они следят в своих районах. Потом, когда мы их собираем у себя в управлении, мы им четко, ясно ставим задачу следить, анализировать свои территории на предмет чистоты фасадов, окраски фасадов. Не допускать самовольных реклам, не допускать самовольных постановок объектов рынка, киосков там каких-то и все. Вот все эти работы они ведут. Потом они делают фотофиксацию, присылают нам материалы, задают вопросы. Мы задаем вопросы им, то есть мы непосредственно с ними взаимодействуем. Мы работаем с ними в тесном сотрудничестве. Порядок и благоустройство. Все-таки вот этот тренд на благоустройство, он усиливается. Потом, смотрите, они очень большую работу провели по программе «Цветущая Самара». Ой, это да, замечательно. И архитекторы тут поучаствовали. И архитекторы здесь участвовали. Они смотрели, как расположены вазоны, скажем, где их провести. Кроме них никто это не может сказать правильно. Да, да, как правильно. А то действительно, вот возьмет предпринимателя, вот как он видит, да, так и повесит. Конечно, здесь. А нужно же, чтобы опять же стиль был. Потом, сколько они уже убрали незаконных вывесок в районах, мне уже начинают звонить, защитить, мол, нас, вот наш район снимает у нас вывески. Я говорю, все правильно они делают. Они делают это на основании нового законодательства, которое было принято. Тем более, что все это законно. Ну, наверное, вот как я могу предположить, с частным сектором возникают проблемы, потому что они уж там у себя хозяева, и как-то трудно, наверное, на их влиять. Да, с ними они ведут переговоры, убеждают их, но не всегда это получается. Вот сейчас мы с многим ведем переговоры, и они, в том числе, вся эта основная масса работы, вот эта именно подготовительная, лежит как раз на районах, на районных отделах. Они работают с ними, уговаривают их, убеждают их, что нужно покрасить фасад, что мы должны все-таки не ударить в грязь лицом, когда к нам приедут гости. Да, и все-таки вот к основной теме, это вот чемпионат мира по футболу, хочется, чтобы вот это событие сплотило, чтобы мы вот как-то не вот одни, мы сидим тут в частном секторе, и нас ничего не волнует, а чтобы мы все хотели, чтобы наш город стал краше, лучше, интереснее, с архитектурной точки зрения, чтобы все у нас было правильно и красиво. Спасибо большое за то, что вы обрисовали нам вот эти перспективы, то, что мы увидим, надеюсь, скоро очень, каким станет наш город. Спасибо еще раз за то, что пришли к нам в эфир. Спасибо вам. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok